Приветствую всех зрителей данного видеоролика. Сегодня мы сделаем коротенький обзор на вот такой вот нож для бензокосы. Это 8-зубовый нож для сена. Он был произведен специально для этих целей. Честно говоря, исполнение его заводское оставляет желать лучшего. Это самый дешевый вариант из ножей для сена, которых можно купить. В чем, собственно говоря, проблема. Как вы можете видеть, заточка, в принципе, отсутствует. То есть, ее как бы нет от завода. И это печально. То есть, ни на одной, ни на другой стороне. Это такая как бы проблема исполнения. На фоне остальных мотокосовских ножей, конкретно это изделие выделяется своим весом. Действительно, он тяжеловат. Он весит около полукилограмма. Точно вес будет вот тут сейчас на картиночке. Значит, это тяжелее, чем 40-зубовый с победитовыми напайками нож. Это тяжелее, чем двухлопастные, трехлопастные, четырехлопастные. Ну и все остальные ножи на бензокосу. Здесь есть палка двух концов. Есть и плюсы, есть и минусы. К плюсам можно отнести то, что создается хорошее инертное вращение. То есть, он сам себе помогает на высоких оборотах. В общем-то, он сам себя, грубо говоря, подталкивает и хорошенько скашивает травичку. Как бы это плюс. С другой стороны, минус заключается в том, что эти самые вращения, эти самые обороты вначале нужно создать. То есть, вначале нужно этот нож раскрутить. И если у нас густая трава, то возникнут как бы проблемы. Будет большое сопротивление. И, в общем-то, может и проскальзываться цепление на бензокосе, ну и так далее. Поэтому он и предназначен специально именно для сена. Потому что сено косится легко. Потому что сено это всегда специфическая трава. Как всегда, не переросшая. Это всегда тонкая трава. Вот, это всякое мелкое разнотравье. Или специальное там люцерное. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это всегда трава, которая косится, в принципе, легко. В принципе, любыми ножами. Честно говоря, вот лично мое мнение по этому ножу. Так сказать, в завершение ко всему. Я, честно говоря, не понимаю, зачем он нужен. Вот прям вот как отдельное изделие. Я косил неоднократно сено обычным победитовым сорокозубовым ножом. Ну, прекрасно он справляется с этой работой. Все идет легенько. Все идет как по маслу. Да, в принципе, мне кажется, любым ножом косить можно сено. Оно легко идет. И как бы в этом никаких проблем нет. Вот. Ну, естественно, конечно же, там какой-нибудь двухлопастной нож не сильно подойдет. Почему? Потому что у него сильно идет процесс как бы разбрасывания травы. Вот. Он очень сильно раскидывает ее по сторонам. Что не есть хорошо, потому что всегда сено косится в такой идеально ровненький волок. Вот. Ну, и, собственно говоря, каждый, кто косит бензокосами, уже, как говорится, не первый раз замужем в вопросе работы с бензокосами, он знает, что все круглые диски, они всегда более, так сказать, четко кладут в волок, чем всякие там трехлопастные, двухлопастные, ну и прочие поделья. Я уже молчу про катушки. Вот. Поэтому, в принципе, да, кругляками легче косить, но как бы есть 80-зубовый нож. Это вот такое вот чудо-юдо. Я сейчас его откопал специально, чтобы вам показать. Обзорчик на него у меня есть вместе с тестом. Можете посмотреть. Ссылочка выскочит сейчас вверху. И всеми любимый, всем известный 40-зубовый победитовый нож. Ну, естественно, в моем конкретном случае здесь уже победитов практически не осталось. Это старый нож. Я его откопал среди хлама. Новый у меня сейчас установлен на бензокосе. Не захотел снимать, чтобы вам показать. Ну, в общем, вы поняли. То есть, для всего этого дела есть обычные ножи. Вот, кругляки более стандартные, более классические. Вот этот вообще меня порадовал, честно говоря, за его ценник. Ну, он прекрасен, справляется со всякой работой. Я им поросль косил и так далее. То есть, в принципе, вещь прекраснейшая. Вот, зачем для этого всего дела, для сенопокоса нужен вот такой вот 8-зубовый, я без понятия. Возможно, протестировав, я вам скажу, что действительно какие-то у него преимущества есть. Вот, но на данный момент времени, пока я им еще не работал и не могу конкретно сказать, в чем же его преимущество на фоне остальных ножей. Вот, ну, а когда протестирую, тогда уже и озвучу свое конечное мнение конкретно по данному 8-зубовому ножу на бензокосу для покоса сена. Если видеоролик понравился, лайк поставьте. Подпишитесь на канал, если не подписаны и ждите ролика с козьбой. Все, всем пока!